Фактора Радула нет для вас? Ну, какой тут фактор? Фактор Щипачева, фактор Войнова. Мне не хотелось бы на личности переходить, поэтому у каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в Акбарсе. Это его выбор. И мы, так скажем, на это не реагируем. Всем привет! Сегодня, в четверг, я побывал в парке Легенд, музей хоккея. Там прошел совет директоров КХЛ. Послушал больших людей нашего хоккея. От ЦСКА выступал Игорь Исмантович, от Авангарда Александр Крылов, от Лады Александр Чеботарев. Да, в КХЛ приняли Тольяттинскую Ладу. Теперь у нас 23 команды. Об этом и не только. Давайте посмотрим набор этого. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Совет директоров. Какие решения вам показались самыми важными? Лига уйдет сейчас на одну команду. Что по потолку зарплат? Какие решения вы выделите? По потолку зарплат особо обсуждений не было. Потолок принят, он работает. По принятию Лады все состоялось, как и планировалось. По принятию клуба из Казахстана в МХЛ тоже все состоялось. Лига развивается, движется в направлении увеличения. Какие теннисы в плане стратегии развития были еще разручены? Было много тезисов в плане развития и улучшения посещаемости, и улучшения прибыли клубов, увеличения доли заработка, увеличения аудитории. В этом плане Лига предъявила великолепные стратегические документы, касающиеся развития. Хоккейный клуб ЦСКА выслушав, а Добрев привнес свои какие-то пункты. Мы хотели бы в ближайшее время рассмотреть вопросы, касающиеся добавления в стратегию программы по оставлению и не отъезду наших хоккеистов в Северную Америку. Мы хотели бы видеть программу регулирования вопросов службы в армии. Мы хотели бы видеть программу улучшения моментов развития юридического статуса договоров, урегулирования моментов, связанных с возрождением института профсоюзов, улучшения отношений по пунктам взаимодействия агентов и клубов, потому что там есть моменты, которые на моменте не нравятся. ЦСКА и еще ряду членов сайта директоров. Вот как-то так пытаемся развиваться. Можно поподробнее два момента? Очень заинтересовали, как вот ваше предложение по отъезду в Америку молодых, что вы хотели изменить, и по службе в армии, что там вы хотели изменить? По службе в армии я менять ничего не хотел бы. Я хотел бы просто это урегулировать, чтобы это была понятна какая-то вещь. Есть закон Российской Федерации, который выполняется неукоснительно. Ну, может быть, рассмотреть к этому закону какие-то добавления или поправки с точки зрения направления, касающихся профессиональных хоккей. Мы же все ратуем за то, что мы ребята не уезжали. Вот это первичная вещь, урегулирование на моменте игроков национальных сборных, олимпийских чемпионов, кандидатов национальных сборных. И второй вопрос. Ну вот как молодых отток в Северной Америке? Ну, сейчас Лигой предложен инструмент в стратегии, касающийся вывода лимитированного хоккеиста на один год ниже. Хоккейный клуб ЦСКА ратуют за то, чтобы этого не было. Потому что для нас первично сохранить нашего хоккеиста на 3, 4, 5, 6 лет контракта. Если мы, видимо, понимаем, что хоккеист развивается в рамках того, что у него перспективное будущее, мы все заинтересованы в рамках стратегии развития клуба, для того, чтобы хоккейист остался просто в стране. А чтобы он остался, должны быть инструменты. Один из инструментов этой вещи, связанные с его обеспечением. Мы ратуем за то, чтобы этого пункта в стратегии будущего не было. Ну вот у нас было бурное обсуждение. Лига должна принять стратегические вещи, касающиеся этого. А поднимался ли вопрос о изменении формата хоккейстов? Нет, этих вопросов мы сегодня не обсуждали. А какое Ваше отношение к этому? Ну, оно сложное, это отношение. Потому что мы же понимаем, увеличится формат перелетов, увеличатся сроки и вещи на восстановление. Вот. Ну, раз такое решение принято, надо попробовать. И посмотреть, что из этого получится. Принято? Ну, ведь, мы же принято это обсуждать. Но я думаю, что если это будет принято. Сегодня это не обсуждалось. Можно вопрос про все-таки ЦСКА? Взрывы нас победы, выиграли серию. Как Вы думаете, 6 раз подряд обыграть серию СКА? То есть, это долгосрочное развитие ЦСКА. Значит, что происходит? Успех ЦСКА в серии против принципиального соперника? Принимаете. Тут вопрос, он немножко такой глубоко-тонкий, чтобы на кого здесь не зацепить. ЦСКА опирается в своих действиях не на систему игры, а на философию игры. Можно 30 раз бросить и не забить ни одного. Можно бросить два раза и забить. Если кто-то в этом глубоко разбирается и понимает, что идет с момента принятия хоккеиста пятилетнего и до цикла, когда он попадает в команду мастеров, то это не система как такова. Это философия игры. Поэтому мы, принимая эстафету наших заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов, касающихся прославления нашего великого клуба, эту эстафетную палочку приняли и стараемся ее нести с честью и достоинством. Как и так бы я хотел выразиться. Вас удивило заявление Романта на Гротенберге, что ССКА закрывается чемпионская? Да нет, ничего не удивило. Человек давал на пресс-конференции немножко, наверное, я предплакал, что был немножко эмоционален. Какие там окна или что-то там еще. Я не реагирую даже и не комментирую. Игорь Шумович, заканчивается контракт у Сергея Федорова, второй финал, подряд у него. Тогда будете разговаривать или можно ли уже точно сказать, что при любом у нас в раскладе финала он встанет своего главного тренера? Я пока этот вопрос в этом с ним даже не поднимаю. Назначение главного тренера в ЦСКА – это приоритет юридического статуса наблюдательного совета. И только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контракта главных тренеров. Так как это было, в принципе, и с моим контрактом, который состоялся именно в этом. Это решается от директоров наблюдательный совет. Игорь Шумович, который состоится после сезона, он будет рассуждаться, как вы сыграли, что сыграли, какое место. И только после этого будет принято правильное решение. Что вы ждете от финала с Акбарсом? Что думаете о сопернике? Очень интересный тренер там Белядинов, которого все знают много лет. И принципиально для вас, что там Радулов, о котором вы тоже говорили все время, что он был лидер ЦСКА все время. Но вас ждем бескомпромиссной борьбы, зрелищной игры, полной стадионы и хорошую хоккейную историю. Фактор Радулов не для вас? Ну, какой тут фактор? Фактор Щипачева, фактор Войнова. Мне не хотелось бы на личности переходить. Поэтому у каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в Акбарсе. Это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем. Когда новый дворец ЦСКА появится? Новый дворец, вы планируете там 3 года, 5 лет? Понятно, что это долгий вопрос. Но... По развитию и строительству стадиона все идет по плану. Готовится. Вот-вот на днях должны быть подписаны определенные документы в рамках земли и места с Москвой. Все это уже подтверждено, отправлено. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы попросим организовать пресс-релиз нефтяной компании, чтобы она посвятила всех нас в дальнейшем плане. Могу сказать, что на моменте сегодня все идет по плану. И для штата Толчинского тоже заканчивается контракт. Как вопрос, когда он закрытся? Потому что... Толчинского... У нас его в шорт-плесте и никогда не было. То есть вы даже не можете говорить? Это все какие-то странные интриги. Людей, которые, видимо, хотят трудоустроить Сергея к нам. Он выбрал свою судьбу и пусть идет по ней так, как считает нужно. Спасибо. Вопрос про Ладу, про включение все-таки Лады. В следующий сезон, насколько единогласно, очевидно, это было решение. Ваше мнение по этой ситуации и, может быть, рассматривались ли еще люди? Ну, Лада это определенного рода тоже, так скажем, история хоккейная. Она дала нам определенные отрезки великолепных игр. И там, видимо, зародился тот момент, который пришел к болельщикам. Он назрел. И тут вопрос финансирования. Если нашлись спонсоры, вообще нет. Чем Лада хуже Кунь-Луня или Бориса? Наша родная команда, родной город. Вообще нет. Конечно, им будет тяжело и в этом плане. Но вообще нет. Отлично мы к этому отнеслись. Чем больше наших городов, самое главное, чтобы хватило мастеров, ликистов, которые смогут какое-то оказать такое значимое действие в лиге для результата. Спасибо вам и удачи, Сенат. Спасибо, ребята. Спасибо. Какие решения, сайт-директоров, вы находите ключевыми? Лада, опять же, на Востоке будет играть. То есть, это авангард будет с ними встречаться. Потолок, зарплата. Какие вопросы? Ну, лично для меня ключевой вопрос, что мы наконец-то хотя бы начали обсуждать тему судейства. Не в смысле того, что у нас там какой-то криминал или судьи благоволят каким-то командам. А в принципе, я давно об этом говорил, что существует конфликт интересов, когда судьи принадлежат ФХР, а нанимаются фактически лигой на обслуженную чемпионату. Но отвечает за весь процесс один и тот же человек. И когда он фактически сам себя проверяет, ну, это налицо конфликт интересов. Поэтому решили, что будет создана рабочая группа, которая подготовит предложение по тому, как реформировать этот блок. Потому что в стратегии он очень слабо был отражен. Я на это обратил внимание. Хотя сама стратегия, мне кажется, достаточно сильный документ. И я надеюсь, в ближайшее время в этой части будут какие-то правильные решения. Рене Фазель любезно согласился проучаствовать в этом процессе. Потому что, как вы знаете, его бэкграунд в том числе и судейский, и он достаточно уважаемый человек, независимый. Посмотрим, что из этого получится. Но я ожидаю, что в этом смысле произойдет качественные изменения. И я еще раз хочу сказать не в том, что там «Авангард» засудили, или там «Акбарс» наоборот не засудили. А вопрос в том, что нет новых судей. Вы посмотрите, все судьи, которые судят ключевые матчи уже на поздних стадиях, и все судьи, которые сидели 10-15 лет назад. Ну и когда у тебя нет лифта, то снизу нет качественного роста судейского корпуса. И поэтому мы говорим еще раз не о предвзятости, а мы говорим именно о качестве и росте судейского корпуса. Поэтому лично для меня это было одно из важных вопросов, которые я внес в повестку и мы его обсудили. Что вы думаете о сезоне «Авангарда»? С одной стороны, новая арена, бронза под КХЛ. Давайте мы «Авангард» не будем сегодня обсуждать, мне кажется, не очень этично. Но будет у нас не одна встреча после сезона. Все-таки сегодня мы говорим про КХЛ. Но в среднем, если мы говорим опять про результат года с точки зрения КХЛ, для меня этот год самый интересный за все время, пока я в хоккей. Он еще не закончился, но даже на этом этапе можно сделать вывод, что он реально самый интересный. Александр Ильич, а когда все-таки ждать новостей по генеральному лиманжеру, по главному тренеру? Хотя бы для понимания, потому что одни слухи пока ходят. Слушайте, давайте это чуть позже обсудим. Вы говорите, что КХЛ должно... Ну, хоккей вообще теряет популярность в стране, но вы проводите финал МХЛ на арене в 1400 зрителей. Как это совместить? Я не понимаю, что это... Ну, как ты понимаешь? Вы отказываетесь от арены новой, которую вы построили и новой? Мы от чего не отказываемся. Мы придерживаемся, с одной стороны, транспортивного принципа, а с другой стороны, коммерческих каких-то условий, которые позволяют нам либо открывать арену, либо не открывать арену. Какие конкретные решения по потолку зарплаты были приняты или какие мнения усказываются по потолоку? Потолок остается, слава богу, в общем, все в рабочем порядке. Там есть много нюансов, связанных с количеством игроков заявки, но это уже рабочие моменты, которые были обсуждены у нас в серии. Момент принятия стратегии. Есть у вас предложения по МХЛ какие-то? Потому что ястреблюсь, с одной стороны, в финале, с другой стороны, можно что-то хотя бы изменить, улучшить. Ну, вот затронули вопрос, мне кажется, тоже важный. Мы принимаем, я так понимаю, команду из Астаны в МХЛ, да? И возникает вопрос логистики. Потому что, например, ни из Омска, ни из Новосибирска уже сейчас нет рейсов на Астаны, хотя раньше были. И летать через Москву, это, в общем, особенно для молодых игроков, это фактически сутки в сутки в дорогу. Поэтому этот вопрос был поднят, и я думаю, что там должны подключиться специальные службы в МХЛ, которые должны этот вопрос каким-то образом урегулировать. С точки зрения руководителя Авангарда, вам интересны идеи перекрестных плей-офф? То есть, Авангард сыграл в полуфинале с Соска? То есть, я вот как придерживался мнения, что перекрестный плей-офф не нужен, так его и, в общем, придерживают. По одной простой причине, что я вот из своей практики знаю точно, что матчи, например, с Алават Юлаевым, с тем же Акбарсом, с Магниткой намного интереснее омским зрителям, чем, например, я в глубоком уважении условно к локомотиву, да, но это точно вот с этими командами матчи намного интереснее. Это история, это вот история противостояния, поэтому я вот искренне не вижу смысла в этом перекрестном плей-офф, только чтобы убрать эту пару в полуфинале с СССР, но это, мне кажется, не аргументно. Ну, и я не беру логистику, все такое, это, в общем, как бы... Последний вопрос я, наверное, задам, да? Какая вот, возьмите, даже в других городах, если смотреть, на примере Омска, какая-то отдача от новой арены. Построили арену, реально ли выводить в плюс клуб ХХЛ за счет этого и наращивать фан-базу, потому что там 10 тысяч, по-моему, пришлось на закрытие. 8 с половиной, ну, то есть, насколько эффективна арена в городе, меняется бюджет команды и все остальное. Мы, когда начинали строить эту арену, многие задавали вопрос, зачем Омску такая шикарная арена. И я тогда сказал, что путево определяет сознание, вот эта арена, она должна поменять, в общем, и внутренние ощущения самих о мече и о своем городе. И даром мы назвали эту арену центром притяжения, что, собственно, она таким и стала. И вот сейчас многие, кто приезжает ко мне туда, мы тогда приходим в фойе, смотрим на тех людей, кто посещает эту арену. Это, конечно, душа радуется, потому что очень много детей, очень много детей, очень много семей, которые приходят проводить время. И это некий культурный прорыв, мне кажется, вообще в городе, который, ну, такой достаточно брутальный, в принципе, промышленный город, хоть и с историей. И вот мы дали возможность людям проводить время в интересной обстановке, причем каждый ищет там свои какие-то плюсы. Кто-то реально за спорт, кто-то за попкорн, кто-то там за какие-то рисунки детские. В общем, активности достаточно много, и вот все аншлаги на всех матчах и говорят о том, что мы сделали правильную вещь. А финал от Хэлл не проводите? Я не очень понимаю вопросов. Да как не понимаете, у Омска, ястреба, команда, система, ангар. Вы хотите заплатить за финал, мы ждем, пожалуйста, приходите. У вас же есть там юрализовка? У вас 15 тысяч собрался, у вас же поэк-арену. Можете, приходите с предложением, мы рассмотрим. Коллеги, давайте отпустим. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Приняли все-таки, точно вас? Да, все-таки. А нервничали, примут, не примут? Конечно, нервничали, волновались. Теперь волнения еще остаются, будем работать. Работа только начинается самая настоящая. Я, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность губернатору нашему Дмитрию Игоревичу Азарову за то, что обратился с инициативой к президенту, за то, что президент поддержал Хэлл, за то, что поверили нам в очередной раз в общем-то Федерация Хоккей России, которая нас поддержала и специалистам, которые работали по продвижению нашей заявки. Ну, поблагодарить СМИ, которые освещали в общем-то больше положительных моментов в истории Лады, чем отрицательных. Поздравить болельщиков наших. Мы сделали это, и тут заслуга каждого. А кто будет главным тренером в финале? Это вопрос пока еще, я думаю, преждевременный, и решится он дней через 10, наверное. Я уже объяснял, что компетенция по назначению тренеров это исключительно наблюдательный совет, будут принимать решения. Я его лично не принимаю. Можете подробнее рассказать в бюджете, сколько он составит и какие источники? Да, могу, конечно. Бюджет, как мы и говорили неоднократно, будет составлять 1,4 млрд. Половину будет идти из бюджета Самарской области, часть от АвтоВАЗа и часть из фонда, который зарегистрирован в Самарской области и финансирует спорт. Этим мы добиваемся требуемого соотношения 50 на 50 коммерческих и некоммерческих средств, что являлось одним из поводов прошлого исключения в АДССКХ. То есть вы будете клубом-олигархом? Получается, вы олигархом будете? Мы будем олигархом? Нет. А если 1,4 млрд? Нет, если 1,4 млрд, это, я вам скажу, достаточно скромный бюджет. У клубов-олигархов он повыше. Что касается, где мы будем играть, да, восток, скорее всего. Как комплектование будет команд больше у нас от своих? Все дело... Вопрос очень серьезный и сложный, поскольку своих ребят за тот период, когда у нас клуб вылетел из КХЛ, часть ребят разъехалась, часть в прошлом сезоне мы выставили на трансфер. Права были проданы молодых ребят. Это тоже объяснялось тем, что они не видели перспектив оставаться в ЛАДе, как в клубе высшей лиги. Прежде чем кого-то отпускать, мы говорили и с ними, и с родителями, и тот же Свечков у нас уходил. Они выразили желание уйти из ЛАДы. Я не видел, скажем, необходимости удерживать насильно парня, который не хочет играть. Сейчас, может быть, мы вернемся к разговору относительно того, чтобы каким-то образом либо в аренду получить этих ребят, либо, может быть, поставим вопрос о выкупе прав. Ситуация осложняется тем, что у нас до направления комбинационных предложений остается две недели всего лишь, а мы еще не получили коды, и нас нет в базе ЦИБА. Поэтому я думаю, что по этому вопросу мы обратимся в ЛИКу с тем, чтобы была разработана некая дорожная карта переходная именно по спортивной составляющей. Может быть, как вариант, мы дадим квалификационное предложение игрокам, которых мы намерены оставлять по стандартам ВХЛ, и далее эти предложения и контракты могут быть конвертированы в КХЛ-овские, естественно, при согласии игроков. А клуб ЦСКА ВВС будет чисто фарклубом ВХЛ? Как и твоя система? Да, вот со мной присутствует вице-губернатор наш, который, собственно говоря, курировал всю подачу заявки и всю работу. Скорее всего, ЦСКА ВВС будет в высшей лиге и будет нашим фармклубом. Мы предварительно провели переговоры с рядом игроков, которые сейчас в ЛАДе играют, с тем, чтобы они согласились перейти, пойти на двусторонние контракты и с возможностью играть за ЦСКА ВВС. К моему удивлению, многие согласились, при условии, что мы обеспечим очень хороший уровень бытовой, спортивный. К сожалению, на сегодняшний день имидж у самарского клуба не очень хороший, но руководство региона хоккейный клуб ЛАДО настроено на то, чтобы эти стереотипы сломать и доказать, что Самара имеет право на хорошее хоккейное зрелище. У вас был выбор на восток или на запад? Потому что на востоке тяжелее клуба попасть, там трактор не выходит, а на западе какой-нибудь. Да нет, ну какой выбор? Спасибо, что мы пока как есть, что-то у нас принято. Известно, что еще ничего не построено на арене, только, ну там, вы гарантируете, что все закончится, весь ремонт закончится до сезона? Да, мы гарантируем, поскольку у нас на сегодняшний день, если я правильно помню, не подписано всего контрактов по двум направлениям, по двум позициям, потому что каждый день проходят торги, каждый день заявка трансформируется в контракт, контракты уже подписаны с поставщиками по бортам, по освещению, системе освещения остался видеокуб, значит, на подходе льдоуборочная машина и система видеоголка. В крайнем случае, в крайнем случае, если вдруг все может быть, мы, как говорится, мы предполагаем, будет обращение как запасной вариант с тем, чтобы первые игры мы провели на выезде. И мы успеем тогда уж точно, чтобы и протестировать, и ввести все, эксплуатацию. Планирует Вилада сделать ставку на своих воспитанников, тренеров? Уцаев, Ковалев, Брызгалов, тренер-вотарей, ввести в штаб, как вам идти? Ну, они же культовые люди, батарея. Вы, да, несомненно, несомненно, культовые люди. Вы сейчас хотите выводить из меня тайны, в общем-то. Разговоры такие идут у нас. Мы бы хотели, да, видеть своего воспитанника во главе. Я хочу сказать о том, что нам нужен тренер, как мне кажется, для которого 6-200 болельщиков, которые присутствуют на каждом матче, у нас практически что-то дозначило. Это первое. Второе. Хочу обратить внимание на то, что мы выходим в КХЛ в 30-летний юбилей победы в МХЛ. Как раз 30 лет назад, в 1993 году, Лада взяла кубок Междунациональной хоккейной лиги. В этом есть определенный, я считаю, определенный символизм. Ну, и традиции, в общем-то, будем чтить, приумножать. Это то, что касается воспитанника. Десятков тоже ведь воспитанник Лады? И Десятков воспитанник, и Кривоножкин воспитанник Лады, да, Десятков. Да, эта кандидатура очень-очень-очень интересная. Очень интересная. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok